МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. Все это впереди. Но пока коротко о главном. Заместитель Акима города Павлодара задержан с поличным после получения взятки. Арслан Калиякбаров помещен в ИВС. Мужчину, обвиняемого в изнасиловании 75-летней тещи, приговорили к 8 годам. Зверство. Щенка выбросили из окна многоэтажки. Самого образованного, сильного и голосистого парня предстоит выбрать через месяц. Заместители Акима города Павлодара задержали по подозрению в получении взятки. Официальную информацию и оперативное видео опубликовали борцы с коррупцией. На кадрах демонстрируют обыск в кабинете чиновника и в автомобиле. Есть деньги. В сумме по меньшей мере миллион тенге. В антикоррупционной службе сообщили, по версии следствия, взятка получена от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору госзакупок по ремонту дорог. Начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Павлодарца признали виновным в изнасиловании 75-летней тещи. Приговор озвучили в суде номер 2. На скамье подсудимых оказался 54-летний мужчина. Вину он не признал. Однако собранные по делу доказательства были не в его пользу. Следствием установлено два факта надругательства. Артем Клеван продолжил. Подробности уголовного дела не разглашают. Слушание прошли в закрытом режиме. Известно лишь, что рассмотрели материалы по двум эпизодам изнасилования. Пенсионерка, за которой к тому же нужен был уход, проживала вместе с зятем и дочкой. Последняя из-за подозрила факт надругательства. По версии следствия, 54-летний Павлодарец пользовался беспомощным положением 75-летней тещи. В ходе следствия и после в суде вину не признал. Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного в статье 120-й части 2-й пункта 4 УК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовной сплотной системы средней безопасности. В списке вещественных доказательств есть предсмертная записка, которую подозреваемый написал перед тем, как хотел покончить с собой. По приговору суда его обязали выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей тещи в 5 миллионов тенге. Вердикт не вступил в законную силу. Артем Клеван, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». От любви до ненависти один шаг. Ужасающий и шокирующий инцидент произошел в Павлодаре. Мужчина выкинул из окна многоэтажки живого щенка. Об этом мы не имеем права не рассказать в нашей специальной рубрике «Обзор социальных сетей». Мнение подписчиков узнаем прямо сейчас. Павлодарские зоозащитники первыми сообщили об этой трагедии. Вот их публикация. Следом подключились коллеги-журналисты. Вот что сообщает Павлодар Ньюс. 53-летний мужчина выглянул из окна своей квартиры на третьем этаже и заметил во дворе щенка. Решив приютить собаку, принес ее к себе домой. А позже в комнате щенок справил нужду, что разозлило мужчину. Схватив животное обеими руками, он выбросил его из окна своей спальни, сообщает аккаунт. Щенок от полученных травм погиб. Подписчиков возмутило наказание. 80 часов общественных работ. Компания-перевозчик просит не угнетать контролеров общественного транспорта. В последнее время стало очень много ситуаций, когда между работниками и пассажирами возникают конфликтные ситуации. Автобусы и маршрутки словно место боевых действий. Контролеров тоже не мешало бы научить вежливости. А то порой такое ощущение, как будто на ее личном автобусе едем. На каких улицах Павлодара асфальт в ямах? Об этом спрашивает главный новостной аккаунт региона Ирбис.тв. Как отметить весь город? Большая объездная в районе ЖД переездов асфальт волнами стал. 44 лесных пожара зарегистрировали в Павлодарской области с весны. В регионе тем временем сохраняется засуха, а прошедшие дожди ситуацию никак не поменяли. Специалисты предупреждают за нарушение правил пребывания в лесу. Будут наказывать. Почти 900 гектаров выгорело с начала пожароопасного периода в Павлодарской области. Говорят специалисты, больше 200 из них лесопокрытая территория. Успели подсчитать и ущерб 33 миллиона тенге. При этом сезон в самом разгаре. Охранники природы опасаются серьезных проблем, а потому контроль ведут сейчас жесткий. Полный запрет мы не можем установить, потому что это конституционное право каждого гражданина пойти в лес отдыхать. Вместе с тем ставятся ограничения на групповые экскурсии, ставятся ограничения на использование открытых источников огня в лесу. Это разжигание костров, это то, что шашлыки, допустим, жарят, это использование каких-то газовых плит и так далее. То есть открытых источников огня. За нарушение штрафа от 17 до 85 тысяч тенге. Чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности верты с Романы уже больше полутора месяца. Редкие дожди влаги фактически не дают. Кстати, из республиканского бюджета выделили 800 миллионов тенге на технику. Для резервата в этом году закупят три пожарные машины. Артем Клеван, Александр Колесников, телекомпания Ирбис. Сейчас быстро пройдет короткая реклама, а затем в нашем выпуске. Автомобильный рынок. Что происходит с ценами? Обзор в бизнес-блоке. Белые халаты. Ирбис продолжает цикл репортажей о тех, кто дал клятву Гиппократа. Мистер Павлодар. Завершился отборочный этап беспрецедентного конкурса. Спорт с Артемом Булановым и специальный инфоблок. Скоро продолжу. Ваш автомобиль отказывается ехать? Нужна диагностика и срочный ремонт? Обращайтесь в новый автосервис «Экспресс». К вашим услугам. Ремонт ходовой части. Шиномонтаж колес. Замена масел. Промывка системы охлаждения. После гарантийное обслуживание. Компьютерная диагностика. Компьютерный стенд для регулировки геометрии колес. Промывка топливных форсунок. Мелкосрочный ремонт двигателей. Замена агрегатов ДВС и трансмиссии АКПП, МКПП. Замена ГРМ ремней и приводов. Замена сцепления. Современное оборудование. Приемлемые цены. Скорость и профессионализм. Все это в автосервисе «Экспресс». Центральная промышленная зона 2 возле Хёндай-центра. Телефон 8707-125-70-02. Все это жалдос. Той! Бинго той! Национальная лотерея разыгрывает мегапризы на тираже Бинго той. Не упустите возможность выиграть джекпот, кроссовер, денежные призы, путевки на двоих или дачу. Праздничный тираж Пинго той состоится 25 июня. Билеты уже в продаже. Подробнее в местах продаж и на сайте sz.kz. Надоели сквозняки? Плохо закрываются окна? Беспокоитесь за безопасность ваших детей? Ремонт окнопласт спешит на помощь. Сервисное обслуживание и ремонт пластиковых окон с предоставлением гарантии на качество выполненных работ. Замена уплотнителя, стеклопакетов, установка откосов, отливов, замена подоконников, пластиковых порогов, ручек, фурнитуры. В Павлодаре и Аксу диагностика бесплатная. В близлежащих селах 1000 тенге. Ремонт окнопласт предлагает самые выгодные условия. При ремонте двух и более окон регулировка створок плюс чистка механизмов в подарок. Также действует специальное предложение для пенсионеров и льготников. Скидка 10%. Оформить заявку и вызвать специалистов на бесплатную диагностику можно в удобное для вас время. Обращайтесь по телефону 8 747 816 1902. Ремонт окнопласт. Поможем. Улучшим. Утеплим. Ежегодно в Казахстане ВИЧ заражаются тысячи человек. 9 из 10 еще не знают, что они уже инфицированы. То, что сохраняет жизнь. Защити себя и окружающих. В регионах присутствия Евразийской группы стартовал новый сезон проекта Туган-Кала. В том числе и в Павлодарской области. В частности, в Аксу. Напомню, любой житель может предложить свою идею по улучшению благоустройства города. А самые актуальные будут реализованы с финансовой поддержкой ИРДЖИ. Что предлагают неравнодушные горожане, расскажет наш корреспондент. Жители города Аксу участвуют в проекте Туган-Кала с 2021 года. Тогда было отобрано 16 проектов, которые уже успешно реализованы. На сегодняшний день начат третий этап. Условия не изменились. Каждый неравнодушный человек может внести свой вклад в благоустройство малой родины. По случаю прошла пресс-конференция с участием Акима города Аксу. Компания ИРДЖИ подарила городу прекрасный спортивный комплекс имени Мажасупа Худпана. В этом году мы празднуем 160-летний юбилей. В этом спорткомплексе мы проводим все наши районные, городские, областные, республиканские соревнования. Представители ИРДЖИ отметили, что социальные инвестиции были и остаются в приоритете. Процветание родных городов – главная задача компании. На сегодняшний день в рамках проекта ведется отбор подрядчиков, которые будут реализовывать лучшие идеи горожан 2023 года. Условия участия и регламент отбора будут опубликованы на портале tuankala.kz. У нас наступает третий цикл данного проекта. В первом цикле у нас было 16 проектов на 80 миллионов тенге, во втором сейчас 12 проектов. На 110 миллионов они будут реализованы в этом году, подрядчик здесь уже известен. А вот на третий цикл, на следующий год, в этом году мы соберем предложения, идеи горожан. И вот нам нужен подрядчик, который будет их реализовывать уже в следующем году. Один из лучших проектов в прошлом году предложил специалист по телемеханике Аксузского завода ферросплавов Максим Дундуков. На этот раз тоже есть идея создать в городе автодром с необходимыми разметками для тех, кто учится вождению. Проект очень интересный, очень хорошая возможность реализовать свои идеи по улучшению города, хорошо Ерджи выделяя деньги на это. В 2021 году у меня было два проекта. Это обустройство городского пляжа. Он был реализован в полной мере, даже больше, чем я проектировал, потому что я проектировал очистку акватории, то есть дна. И это стоило очень больших денег, большая часть от бюджета. И обустройство – это песок, лежаки, зонтики, раздевалки. В этом году, если стартует третий проект, я, конечно же, буду участвовать. У меня уже есть идея. К сожалению, слышали, да, в Абайской области был пожар, и герои, которые локализовали этот пожар, это наши пожарные. Я хочу в следующем сезоне подать мурал в честь наших пожарных, наших героев. К слову, участникам отбора может выступать юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождение и место происхождения капитала, а также индивидуальный предприниматель. Детальную информацию об условиях участия в отборе подрядчиков, срока подачи заявки и возможностях участников можно будет узнать на вебинаре, который пройдет 20 июня в 18.00 часов на платформе Zoom. Зарегистрироваться можно на портале до 16 июня. Азамат Эйтхалин, Станислав Кекин, телекомпания Ирбис. Время экономических новостей. Ведущий рубрики сегодня Азамат Эйтхалин. Приветствую тебя, Азамат. Что происходит на автомобильном рынке? Привет, Владимир. Уже третий месяц подряд авторынок Казахстана показывает рост. Здравствуйте. О том, сколько авто было поставлено на учет казахстанцами, выяснил официальный телеграм-канал первого кредитного бюро Data Hub. С февраля 2023 года в Казахстане наблюдается небывалый подъем отечественного авторынка. Тогда только легковых машин в стране было зарегистрировано порядка 145 тысяч единиц. Это максимальный показатель как минимум с 2012 года. В торговом доме Мега новое поступление кресел и диванов от белорусских фабрик. Также в наличии корпусная мебель. Стильная и качественная. Действуют скидки 30-40-50 процентов, поэтому поспешите. Приобрести товар можно в рассрочку на 2 года, плюс временно действует бесплатная доставка по области до 150 километров. Подробнее об условиях уточняйте у консультантов. Торговый дом Мега находится на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Торговая, остановка Трамвайное депо. В строительном магазине 12 месяцев беспрецедентная акция «Квартира» за 50 тысяч тенге. Такого еще не было. 6 миллионов бонусов, 6 городов, 6 квартир. Для участия необходимо приобрести товар на сумму от 50 тысяч тенге. Купоны присваиваются только кратно сумме покупки при предъявлении бонусного предложения. 12 месяцев в момент оплаты на кассе. Чеки не суммируются. В акции не участвуют товары, купленные через банковские приложения и юридические лица. Подробнее об условиях узнавайте по телефону 60 00 67 или в инстаграм-аккаунте 12 МВПВЛ. Новинки в салоне европейской обуви «Ральф Рингер». В ассортименте мужская и женская коллекции. Главные качества товара – современный дизайн и непревзойденный уровень комфорта, который обеспечивают высокотехнологичные подошвы. Делает пешие прогулки настоящим удовольствием. Удобная колодка с широкой носочной частью и эластичные материалы, из которых изготовлена обувь. Салоны «Ральф Рингер» расположены в торговом доме «Тулпар» «Бутик-221», «Артур-2» «Бутик-356» и в старом «Цуме» «Бутик-22». Также есть салон «Ваксу» в торговом доме «Агидель» «Бутик-22». А по улице Торговая 2-4 предлагают взять в аренду складские помещения площадью 1150 квадратных метров. Есть отопление, свет, охрана, удобные подъездные пути. Цена за квадратный метр – 1500 тенге. Также есть два офисных помещения по 20 квадратных метров и одно 27 квадратов. Цена 1700 тенге за квадратный метр. Если заинтересовались предложением, звоните по номерам, указанным на экране. В завершении курс валют в Павлодаре доллар стоит 453 тенге, евро – 494, рубль – 5 тенге, 45 тин. У меня на этом все. Владимир. Благодарю. Это был «Бизнес-блог». Продолжаем. Бережнее относиться к детским площадкам просят чиновники в Павлодаре. Установленные два года назад игровые комплексы в некоторых дворах уже нужно ремонтировать. Между тем, в городе продолжают размещать новые. Эту работу сегодня промониторили депутаты. Детскую площадку по адресу Майры-19 установили недавно. Комплекс типовой с горкой, качели, каруселями, лавочками и урнами. Чиновники стараются отрабатывать по просьбам жителей. У нас тут работа по подготовке оснований, заливке бетона, устройство паттерна, покрытие, установке самих элементов и по периметру ограждения. В прошлом году мы также. Работу начали в 2020 году. В 2022 году работа шла. И вот в этом году также продолжаем. Всего в этом году обновят 150 дворов. Работу намерены продолжить и в 2024, чтобы достичь 100% охвата. Однако прослужит ли долго, не уверены. Депутат городского маслехата говорит, новое быстро разрушают сами жители. Ломают карусели, отрывают доски, изрисовывают детские площадки. Знаете, проблема в том, что не берегут. Надо немножечко бережнее относиться к тому, что устанавливает государство, выделяет деньги. Государство устанавливает такие красивые детские площадки. Ну, естественно, что нашим жителям необходимо бережнее относиться. После столь масштабного обновления Павловских дворов, который длится несколько лет, не исключено, что к подобной работе вернуться не скоро. А потому жители просят быть бережными. Артем Клеван, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Отремонтировать дорожное покрытие на ЖД-переезде позже бег жолы, просят автолюбители. Из-за огромного количества проезжающих здесь больших грузов, асфальт пришел в негодность. Теперь легковым машинам трудно проехать. Видео с проблемой прислали в редакцию новостей. Давайте посмотрим вместе в мобильном приложении. Вот большая объездная дорога, так называемая, вдоль алюминиевого завода. За городом проходит. Тут проходят тысячи фур. А дорога у нас вся разбитая. Это вот наши отличные дороги. Когда Акимат города вместе с коммунальными службами обратят на данную дорогу свое внимание. Кошка в гараже сидит где-то внутри. Она когда дышать начинает, слышно чуть-чуть хрень бьет. Вот гараж. Получается, вот здесь бомбей. И вот сам гараж. Красные ворота. Надень такой. 20 мая, когда здесь была посадка этих деревьев около села Долгого. Сколько саженцев. У нас же много саженцев бросили. Дали поливать будут. И вот результат. Оно все вот засохшее. Все. Иваново 46. Остановка. Оголенный провод. Энергоцентр. Возьмите его внимание. Иначе кто-то пострадает. Доброе утро. Телекомпания Ирбис. Все жители Павлодара. Смотрите. Вот это у нас на нашем прекрасном Мертыше. Господа отдыхающие. Те, кто не может за собой убирать. Почему вы это оставляете? Кому вы это оставляете? Вот это мусор весь. Смотрите. Для чего это все делается? Беречь надо Иртыш. Более 140 домов Павлодаре готовы к новому отопительному сезону. Данные обновили в отделе жилинспекции. Между тем, Монополист опубликовал список адресов, по которым в понедельник отключат свет. Подробности в нашей коммунальной сводке. В понедельник без электричества останутся жители нескольких домов по улицам Лермонтова, Биктурова, Машхуржусупа. В компании Монополиста сообщили, будут проводить капитальный ремонт оборудования, которое начнут в 9 утра и завершат лишь к 5 часам вечера. 19 июня по такой же причине обесточить намеренные дома в квадрате улиц Нурмагомбетова, Алтайская, Геринга, Минина. Указано, что света не будет с 9 утра до 16.00. В районе радиозавода с понедельника вновь продолжат капитальный ремонт подстанции и также в домах отключат свет на длительное время с 9.00 до 19.00. Благородная профессия – врач. Это те, кто сутками борется за жизни людей. Они нередко становятся жертвами критики, тем не менее продолжают выполнять свою клятву. В преддверии профессионального праздника Дня медицинского работника телекомпания «Ирбис» продолжает цикл репортажей «Белые халаты». Сегодня героем стала заведующая приемным отделением городской больницы номер 3 Айнур Рахимбабинова. Быть врачом – большая ответственность. При этом профессия требует быть терпимым и добродушным, способным изменить жизнь человека к лучшему. Здоровье нации находится в руках молодежи, такой как Айнур Рахимбабинова. Она в 2019 году окончила вуз по специальности терапевт. Работает в городской больнице номер 3. Именно здесь, признается героиня сюжета, она получила бесценный опыт. С 2020 года работает заведующей приемным отделением. Сюда круглосуточно поступают пациенты с разными диагнозами. Сюда попадают пациенты по разным обстоятельствам и в разном состоянии. Бывают те, кому нужна экстренная помощь. И здесь нужно реагировать в доли секунды, потому что от оперативной работы зависят жизни людей. Конечно, это большая ответственность, но я рада, что могу работать в таком дружном коллективе, помогать людям и перенимать опыт старших коллег. Айнур Рахимбабинова говорит, в больнице создают все условия для повышения квалификации молодых специалистов. Не пропускают различные конференции, семинары. Сегодня Айнур Рахимбабинова оттачивает свои навыки в области пульмонологии. Заматайд Халин, Станислав Кекин, телекомпания «Ирбис». В рамках празднования 95-летия Павлодарского района возле Розовки для школьников организовали этнолагерь. Пять дней 30 подростков жили в юртах под открытым небом. За это время узнали много нового, в том числе о сельской жизни и труде. Вместе с ними прониклась фермерским духом Александра Петрова. Каждый день в этнолагере Павлодарского района проходит весело, а главное с пользой. Сегодня, например, дети с головой окунулись в жизнь фермеров. Для этого отправились в Луганск на производственный кооператив. Там им показали сельскохозяйственную технику и провели экскурсию по ремонтной мастерской. А в местном животноводческом хозяйстве ребята воочию увидели, как ухаживают за скотом. А заодно подружились с телятами. Особый восторг у юных гостей вызвал процесс кормления маленьких буренок. После этого они посетили родовое поместье в Ефремовке. Там школьники узнали, как выращивать деревья. Чтобы сосны, дубы и березы радовали зеленью, нужно много времени, труда и терпения. Поэтому так важно беречь природу. У нас в лагере дети продуктивно отдыхают, погружаются в культуру и традиции казахского, русского и других народов. Также для ребят проводятся мастер-классы по обучению игры на дамбре, декоративное искусство, приготовление баурсаков, казахского курта и многое другое. Интересно, кормят хорошо, и развлечения, игры есть тоже. Вот это юрточный лагерь, когда мы ездим, много, ну вот каждый день вожатые меняются. И всякие такие тесты, вот это все мы проходим, как интересно, ну, тоже мне нравится. Кино мы смотрели в ДК, центр в Розовке. Мы ходили мультики, там смотрели на выбор несколько было. Вот сегодня у нас должна быть дискотека. Вот на лагере собрали детей из разных сел Павлодарского района. Его, к слову, открыли впервые. Опыт оказался очень успешным. Планируют организовать летний досуг для школьников в юртах и в следующем году. Александра Петрова, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Овладеть навыками вождения, оказать первую медицинскую помощь, нарисовать свой собственный анимационный мультфильм, ну или сшить одежду – все это не проблема для павлодарских школьников. Дети знакомятся с различными профессиями. На базе учебно-производственного комбината организована летняя школа «Провстеп». Наш корреспондент Артем Буланов узнал другие подробности. Учебно-производственный комбинат города Павлодар, расположенный по адресу Лермонтова, 50 – это вообще уникальное место, где ребята не просто в теории, а на практике знакомятся с тонкостями будущих профессий. Вот в данную минуту здесь готовится шикарный урок под открытым небом, где ребят будут знакомиться с категориями А, Б и С. И вот надо сказать, что категория А сейчас как нельзя актуальна, потому что мы сами видим, как улицы Павлодара заполонили скутеры, самокаты, мотороллеры. И ребят здесь будут учить культуре вождения и, что самое важное, технике безопасности. Мне очень нравится то, что я сейчас нахожусь в машине. Я всегда мечтал порулить механикой. Конечно, мы не едем, но я всегда об этом мечтал. Потрогать там коробку передач, нажимать там поворотники, порулить. Всегда об этом давно мечтал. Всегда хотел узнать машину, хотел узнать ее строение. Всегда любил машины. Ильяс, а в будущем чем планируешь заниматься? Какую профессию тебе больше всего нравится? Не знаю. Мне кажется, таксист почему-то. Потому что больше времени буду находиться в машине. Руль это твое, да? Да. Ильяс уже после первого урока нашел себе и будущую профессию. В учебно-производственном кабинете установлены тренажеры, аналогов которым нет во всем регионе. Пока одни проходят базовый курс вождения, другие в кабинете своими руками занимаются производством дорожных знаков. Так лучше закрепляют пройденный материал. А это игра, где ребята рассказывают о профессиях и их значении для общества. Узнаем новые профессии, вспоминаем о них. Допустим, танцор танцует, президент правит страной. А ты кем хочешь быть? Танцором или президентом? Президентом. Я бы хотел отметить то, что обучение в летней школе очень мне понравилось. И я считаю, что весь материал, который был мной освоен, пригодится мне в будущем. Летняя школа профессии в УПК организована в рамках нашего проекта «Шаги к профессии» с целью приобщения к миру профессий, формированию готовности учащихся профессионального самопределения. В учебно-производственном комбинате города Павлодара созданы все условия для школьников со всего региона. Перечень профессий, по которым ведется обучение, перевалил за десятки. Одна из самых популярных – медицина. Дети знают, как оказать первую помощь – сделать укол или проверить давление. Артем Буланов, Дамир Юшанов, телекомпания «Ирбис». Более 150 человек стали участниками торжественной церемонии открытия филиала общественного объединения «Казак Аналары Дастургежол». Его цель – возрождение забытых традиций казахского народа. На сегодняшний день по всему региону назначено 10 председателей. Общественное объединение «Казак Аналары Дастургежол» начало свою работу в стране два года назад. Сегодня открыт филиал в Павлодарской области. Основатели организации – многодетная мать, продюсер Айнур Жгунусова. На торжественной церемонии была организована выставка, где презентовали работы ремесленников со всего региона. Филиалы открыты по всему региону. В каждом районе – Баянаульском, Актагайском, Теренкой, Викибастузе и в других – назначены председатели. Всего 10 человек. В целом объединение насчитывает сотни неравнодушных к обычаям и традициям казахского народа людей. Всего в республиканское объединение входит более 20 тысяч человек. За время работы было проведено десятки мероприятий. Все направлены на возрождение забытых традиций казахского народа. Азамат Айдхалин Дамиришанов, телекомпания «Ирпис». Отборочный этап беспрецедентного конкурса «Жигит Султаны» завершился в Павлодаре. 30 многогранных личностей, звонкоголосых соловьев и силачей боролись за путевку в региональный финал. Наша съемочная группа не могла пропустить такое событие. Несколько лет назад этот конкурс начинался как маленький концерт исключительно для своего круга. А сейчас это масштабное шоу, где 30 «Жигитов» пытаются попасть в топ-13 участников финального гала проекта. Каждый участник смог себя показать с хорошей стороны именно по образованию, по тому, как он ведет себя на сцене и, естественно, по силовым упражнениям. То есть они сегодня будут тягать гири 24 килограмма. Это не каждому по силам. Я думаю, сюда пришли чисто подготовленные ребята. Конкурсанты поют, танцуют, показывают силу и ловкость. Финал состоится в середине июля, а до этого подготовка месяц. Стоит отметить, что для того, чтобы получить призовой фонд в размере 300 тысяч тенге, «Жигитам» придется усердно трудиться. Артем Буланов, Дамир Ишанов, телекомпания «Ирбис». В студии ко мне присоединяется ведущий спортивных новостей Артем Буланов. Я тебя приветствую. Кубок «Бурабай» по боксу завершился в Акмолинской области. И, судя по тебе, по твоему выражению глаз, нас ждет радостная новость. Именно так, Владимир. Здравствуйте, дорогие зрители. Воспитанники дворового клуба «Кайсар» стали победителями этих соревнований. Отлично. Просто красавцы. А через мгновение узнаем, кто же встретится в главном поединке года за чек в 1 миллион долларов. Не переключайте. Купаться можно. Сезон официально открыли, и спасатели уже бьют тревогу. Какой способ предупреждения внедрять в Павлодаре, обсудим в студии. За убийство зятя пенсионера отправили в колонию. Приговор о громком преступлении, совершенном во дворе Пасадпаева, озвучили в суде. И вновь на слушание вердикт по факту смерти Павлодарца Романа Пануркина пересмотрели в Верховном суде. Смотрите в проекте «Сигнал» на Ирбисе. В Талдукургане наступил второй соревновательный день главного старта лета Спартакиады Казахстана. Сборная Павлодарской области вновь не осталась без медалей. На этот раз женский состав показал свой уровень. Арине Алиферовиче не хватило считанных секунд, чтобы завоевать золотую медаль. Девушка проплыла дистанцию 200 метров в Баттерфляй с третьим результатом. Бронзовая медаль – очень солидная награда в копилку команды. А пляжный футбольный клуб «Арман» – это базовая команда национальной сборной Казахстана. В этом сезоне подопечные Булата Аленова будут пытаться в 15-й раз выиграть золотые медали чемпионата страны. Но не все идет гладко у коллектива. Давайте узнаем подробности. Лучшая команда страны, доминирующие чемпионы Казахстана во всем мире уже доказали свою силу. С ними считаются сильнейшие команды планеты, но только не чиновники от спорта. После выхода в элиту мирового чемпионата тупик. Денег на выезд нет. Желание у нас прям бешеное, чтобы выехать за сборную и сыграть на таком уровне. Мы вот в прошлом году играли в дивизионе «Б». У нас задача была выйти в элитную дивизион «А». Мы это выполнили. Выполнили, конечно, через силу, боль и кровь. Мы вот честно заработали этот выход в дивизион «А». Ну, здесь по сборной у нас чуть-чуть не получилось с финансированием. Насчет финансово сборной не будет. Я позвонил директору, объяснили насчет денег. Ситуация плачевная. Очень. Но пляжный футбол умрет, не умрет у нас. Мы будем стараться, сами будем двигаться. Местное управление спорта пытается хоть как-то помочь команде сводить концы с концами. Но их поддержка ограничивается лишь внутренними турнирами. А зарубежные поездки остаются лишь мечтой. Хотя Арман в этом сезоне будет пытаться завоевать золото уже в 15-й раз. С опытом, получается, за счет игр набираешь, там, сколько у нас игр было. Вот даже Виталий, мы вышли с третьего места, мы вот все команды сзади ворот сидели. И последние секунды, ну, как-то нам повезло. Мы с третьего вышли дальше, в другой этап. И сразу встретились с португальцами. И вот мы бились шестером, семером, там, с двумя заменами. Ну, тоже какой-то опыт, потому что я только два раза поменялся за три периода, получается. Это вообще в пляшке, это нереально. Там, про Россию, профессионалы, они меняются по две минуты смена. В планах у Армана игра за суперкубок Казахстана, а также матчи Кубка. Подготовка идет серьезная. Сборная Казахстана Ю-21 под руководством Кайрата Нурдаулета проводит учебно-тренировочные занятия в Шымкенте. В список вызванных вошли 23 футболиста. От нашего региона в расположении команды находятся защитник экибастуза Данил Нырков и Микаэль Аскаров. В рамках УТС молодежь провела товарищеский матч против клуба Первой лиги. В чемпионате Арысь занимает пятое место. Уверенную победу со счетом 4-0 одержали игроки сборной Казахстана Ю-21. А вот оружие зачехлили и отправились в Алматы. А сборная области по пулевой стрельбе Она готова бороться за медали и рейтинговые баллы Кубка Казахстана. Перед самым отъездом домашняя генеральная репетиция. На рубеже лидеры Павлодарской сборной контрольную серию максимально приблизили к финальной. В Южной столице пройдет второй этап Кубка Казахстана. Нюанс турнира. Пневматическое оружие поменяют нам мелкокалиберное. Мелкокалиберное оружие, оно своеобразное. Здесь нужно, чтобы оно было технически готово. То есть все детали, все должно быть подогнано под стрелка. И оно должно сработать в нужный момент, чтобы не было осечек. Опять же, подобрать патроны, чтобы не было осечек. Чтобы они попадали именно 10-9, а не просто 10. И опять же, такой идет связь стрелок и оружие. На первом этапе Кубка страны в Шимкенте полдарские стрелки завоевали 4 из 6 разыгрываемых медалей. Впервые не попали в призовые позиции в микс дисциплине. В Южной столице постараются компенсировать этот пробел. Главное, чтобы не подвела техническая составляющая оружия. Болельщики со всего СНГ с нетерпением ждут главного поединка года финала Гран-при Лиги Эйсей. В легком весе за рекордный призовой фонд. Чек на 1 миллион долларов, где наш земляк Артем Резников встретится с представителем России Эдуардом Вартаняном. Уже состоялась процедура взвешивания. Такого призового фонда в истории ММА еще точно не было. 1 миллион долларов. В Сочи в рамках турнира Эйсей сразятся два топовых легковеса Эдуард Вартаняны и Артем Резников. Представитель Казахстана славится своим уровнем борьбы. А вот его оппонент из России бойцовским IQ. Процедура взвешивания получилась горячей. Болельщиков из нашей страны приехало очень много. Хоть Эдуард Вартаняны выглядит фаворитом этого поединка, но нашего земляка нельзя скидывать со счетов. Артем Резников вполне может удивить. Шахматисты гостили в Костанай традиционно в летнее время. Там проходит один из этапов детского кубка Казахстана. У сборной Павлодарской области семь медалей. Большая часть у интеллектуалов из Экибастуза. Первые медали распределили в Блиц-турнире. Степан Луцак здесь серебряный призер Тимирлан Омар Бронзов. В дивизионе до 12 лет Экибастузец Кирилл Бабкин вице-чемпиона. В классике доминировали представители других регионов. Очень непросто сражаться с людьми, у которых опыт международный. Вот приехал такой мальчик с Актобе Петухов Алан. Он до 14 лет на чемпионаты Азии, на чемпионаты мира ездит. Он сам чемпион города среди мужчин в Актобе. Хотя он по сути еще юный, до 14 же. И его напарник, так сказать, Берестенов Каир. В турнире, где играли сильнейшие, наши шахматисты все-таки сумели вмешаться в распределение призовых позиций вслед за октябинскими интеллектуалами. Амир Тулигенов из Экибастуза занял третье место в группе шахматистов Ю-12 Кирилл Бабкин, вице-чемпион. Особенность этого турнира, что палодарцы-экибастузцы переиграли между собой чуть ли не половину турнира. То есть это тоже такой момент же, бьевки может быть не очень актуальны, честны, да, когда одна команда, даже вот Бабкин, Киаил, Луцик, Степан в пятом турнире классики играли сами с собой. Так-то они могли два очка набрать, а получается у них все одно очко в любом случае было бы. Девичья половина команды тоже не осталась без медали. В старшей группе отличилась Азиза Кинженова из Экибастуза, в младшей самая юная шахматистка нашей сборной Азалия Балаканова из Павлодара. Пожелаем павлодарским шахматистам, чтобы они из пешек, так сказать, пробивались в дамки, а чего же ждать далее зрителям? Ну что, дорогой коллега, только специальный информационный блок впереди. Ждем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рабочая неделя позади, а это значит, пора продумывать свой досуг. С вами Адина Есенова и сегодня вы узнаете, что предлагает вам оздоровительный комплекс Саун Клуб. Надоело ломать голову, решая, куда же сходить в ближайший уикенд. Нужна полная встряска организма. Я знаю ответ. На примете как раз есть одно козырное местечко. Усталость как рукой снимет. Честное слово. Саун Клуб. Только представьте, это целый комплекс с пятью разными саунами. В каждой из них созданы комфортные условия для крутого и запоминающегося отдыха с компанией. Например, финская парная в русском стиле. Выглядит очень интересно и красиво. Отдохнуть ней одно удовольствие. Или хамам. Просто божественно сидеть внутри, наслаждаться и ощущать себя героиней турецких сериалов. Парные с бассейном средней глубины и, конечно же, караоке. Куда же без него? А еще настольные игры, чтобы совсем не заскучать. Думаете, это все? А вот и нет. Тут еще есть и гостиничные номера с двуспальными кроватями, вместительными шкафами, телевизором и кондиционером. Снаружи вас ждут уличные бассейны. Как нельзя кстати, ведь настало время для пенных вечеринок. И ху, звучит как план. Так что звоните скорее, бронируйте и отдыхайте по полной программе. Как вам такой план мероприятий? Хорошего настроения? Увидимся через неделю и помните, что самый лучший отдых вас ждет только с саунд-клубом. Этот день уже история. Запомните его. Для вас работали Владимир Чубенко и Артем Буланов. Проведите предстоящие выходные с пользой. И смотрите Ирбис всегда и везде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова